В доме детства и юношества старшеклассники всех школ городского округа Ахинский учились выдвигать собственные идеи по благоустройству города или села. Представители Министерства финансов Сахалинской области и Всемирного банка провели тренинг по реализации проекта «Молодежный бюджет». Программа инициативного бюджетирования, которая у нас работает в Сахалинской области с 2017 года, включает в себя проект «Молодежный бюджет». «Молодежный бюджет» – это проект, который был создан Сахалинской областью, это наша новинка, и мы ее сейчас внедряем и развиваем на территории области. На тренингах старшеклассники и учителя обсуждали все этапы проекта – от информационной кампании в школах до реализации. А для того, чтобы разобраться с этапами «Молодежного бюджета», они сейчас у нас выдвигают проектные идеи. И эти проектные идеи сейчас мы будем в группах оформлять, представлять и за них голосовать, ровно так же, как это будет потом или как это было на проекте развития территории. Уже в 2017 году из областного бюджета школам региона выделили по 3 миллиона рублей. И старшеклассники на молодежных советах принимали решение, на что направить эти средства. У нас в текущем году уже поучаствовали первая школа, седьмая, пятая и школа в Некрасовке. Конечно же, проекты еще строятся и до конца года они должны быть реализованы, потому что другого выхода нет. Условия по программе реализации проекта в течение одного года. Поэтому сотрудники администрации совместно со школами будут реализовывать эти проекты до конца года. Для более активной работы старшеклассников и активного участия в проекте «Молодежный бюджет» во всех районах области проводятся обучающие тренинги в игровой форме. Сейчас они будут оформлять эти идеи, как-то их там, не знаю, раскрашивать, каким-то творческим образом подавать, голосовать, болеть за эти идеи. То есть вот сейчас пока это звучит очень абстрактно, такой нормальный детский здоровый скептицизм. То есть, ну хорошо, мы вам сейчас напишем, как только они сейчас начнут продвигать эти идеи, появится азарт, появятся такие здоровые амбиции. И каждый будет болеть за то, чтобы именно за его идею, которая в общем совершенно абстрактно пока, но потом скорее всего воплотится в жизнь в одну из школ, каждый будет хотеть, чтобы за его идею проголосовали. Ранее решение принимал только Молодежный совет школы. Сейчас решать будут все учащиеся старших классов. Каждый класс может предложить свой проект. Если говорить о проекте «Молодежный бюджет», он создан для того, чтобы воспитать гражданскую активность наших ребят и давать им возможность реализовать собственные идеи на территории тех населенных пунктов, где они проживают. При этом идеи могут быть самые различные. Мы их как раз вот обучаем тому, что какие проекты можно придумывать, как они будут реализовываться. Самое главное, что должны соблюдаться основные условия. Это максимальная сумма на школу 3 миллиона рублей при софинансировании местного бюджета не менее 1%. И реализация проекта в течение года. В прошлом году на участие в проекте было заявлено 125 школ области. Ежегодно в областном бюджете закладываются на эти цели 375 миллионов рублей. Молодежный бюджет – это реальная возможность учащихся 9, 10 и 11 классов предложить идеи по обустройству своего города.